149. Про комплекс принцессы. Девочки уже рождаются с этим комплексом, ну или же приобретают его в раннем детстве. Это науке неизвестно. Но факт в том, что почти все они им страдают. И по привычке, уже в зрелом возрасте, им нужно восхищение. Ах, какая ты красивая и умная. И она счастлива. Принцесса же. Девочка. И в 40 лет девочка. Им даже оргазм так не нужен, как восхищение. Именно от этого у них вся эта страсть наряжаться и оголяться. Чтобы ими восхищались. Ну как не восхититься, когда перед тобой идет почти голая женская жопа. И даже если я не восхищаюсь открыто, возгласом, то она уж точно знает, что восхищаюсь. Просто не выражаю это свое восхищение прилюдно, тактично. Своеобразное самовнушение и оргазм от того, естественно, принцесса. И что в этом плохого, спросят многие. Это же мило. Девочка такая девочка, такая лапочка. Ничего плохого. Если это кому-то нравится. А вот тем, кому не нравится, и кто вынужден это все терпеть, я расскажу, как с этим бороться. Да, выход лишь один. Как всегда. Понять. Избавляться. Ликвидировать как вид. Перевоспитать или вразумить не получится. Даже не мечтайте. Психологи и те не справляются. Потому что дальше будет только хуже. После 35 лет она начнет терять эстроген в крови. И женственность начнет таять. И принцесса даже сама себе уже не будет нравиться. И казаться принцессой. Скорее, жабой. И во всем этом будешь виноват именно ты, мужик. Потому что ты ею не восхищаешься. И у ней нет оргазма. А некоторыми не восхищались даже в детстве. Ведь. И как вы думаете, что из них получается? Да. Правильно. Антипринцесса. Антипринцесса. Семинистка. Ну и им тоже удачи в их нелегком пути.